Всем привет, с вами Лизард и знаете, я недавно тут подумал о том, что я вроде бы как астролог и при этом почему-то совсем не снимаю гороскопы с прогнозами на месяц для всех знаков Зодиака и я думаю, что настало время восполнить этот самый пробел и в этом видео вы увидите, собственно, астрологический прогноз который будет сделан для каждого знака Зодиака Сразу хочу сказать, что, во-первых, прогноз общий и то есть он будет показывать только некоторые такие глобальные тенденции месяца июля а также все-таки держите в уме то, что это мое первое видео с подобным гороскопом и поэтому для меня очень важно, если вы потом, ну когда месяц пройдет собственно, пришли и написали в комментах, как у вас все сошлось, не сошлось и так далее то есть для меня очень важен фидбэк, пожалуйста, пишите комментарии для меня важно понимать, насколько мои прогнозы точны, чтобы я совершенствовался и в следующий раз, чтобы делать этот прогноз, мы будем следующим образом для начала мы поговорим о том, что вообще происходит на небе в июле месяце ну а потом с помощью астрологической колоды Симбалон я сделаю подробный разбор для каждого знака Зодиака и если что, вы, в принципе, можете перемотать сразу на свой знак если не хотите ждать но для начала рекомендую послушать общий анализ ситуации, которая у нас творится в июле месяце итак, давайте взглянем на карту ну начнем мы с того, что Солнце в июле месяце идет преимущественно по знаку Рака это пробуждает в людях некоторую такую эмоциональность потому что Рак управляется Луной особенно хорошо на себе это почувствуют представители водного тригона то есть это рыбы, скорпион и Рак все, кто является обладателями этого знака могут на себе ощутить некоторое такое усиление эмоциональности некоторые такие вспышки, связанные именно с эмоциональным проявлением и, в принципе, эти эмоциональные проявления во многом управляются самой Луной которая достаточно быстро переходит из знака в знак также вероятно, что у многих как-то проиграется интерес к тому, чтобы как-то наладить дела, связанные с недвижимостью возможно, как-то укрепить любовные отношения, разобраться в себе в конце концов потому что Рак это еще и самокопание также не стоит забывать о том, что месяц Рак это начало купального сезона на наших широтах так что Рака все ощутят сполна потому что Рак это вода и воды в этом месяце будет много далее посмотрим на положение Марса Марс находится на момент съемки этого видоса во втором градусе Овна и вот это изменение положения Марса уже хорошо почувствуют на себе представители огненного тригона то есть это Овны, стрельцы и львы собственно я отношусь как раз к львам и между прочим уже испытываю на себе воздействие Марса в Овне Марс в Овне будет ощущаться как внезапный прилив сил как возможно даже некоторый прилив вдохновения прилив какой-то энергии на то, чтобы брать, да начать делать какие-то дела и если пока был карантин Марс пребывал в рыбах то есть пребывал в довольно таком ослабленном положении когда он в общем-то был довольно бездеятельный то сейчас Марс полон сил и решительности для новых начинаний как негативная черта Марса в Овне люди могут быть излишне вспыльчивы, агрессивны и это усугубляется положением Лилит, который также находится в Овне многие люди окажутся подвержены влиянию как раз деструктивных эмоций возможно каких-то проявлений излишней агрессии многие люди смогут поучаствовать в каких-то драках и не всегда выйти из них победителем но одно можно сказать по поводу Марса в Овне точно это то, что Марс в Овне однозначно дает неплохой импульс к тому, чтобы как раз начать что-то делать активное возможно даже заняться спортом или начать что-то такое, чего вы давно не могли начать как, например, я давно планировал сделать гороскопы на месяц и вот на Марсе в Овне что-то поперло рассмотрим теперь положение Меркурия Меркурий находится в Раке и находится в ретроградном положении до 12 июля это положение Меркурия усиливает также и само Солнце, которое также пребывает в этом же знаке и в июле месяце будут дни, когда, собственно, Меркурий переходит в четкое соединение с Солнцем важно понимать, что Меркурий в данном положении склонен мыслить по большей части иррационально какими-то подсознательными, малопонятными категориями и это может проявиться как повышенная активность у водных знаков а также у людей, у которых эти водные качества в натальной карте также присутствуют также обязательно стоит отметить, что ретроградный Меркурий обязательно нужно переждать и пока он не станет директным, не следует делать каких-то крупных покупок потому что велика вероятность, что что-то пойдет не так, что-то сломается вы также на себе ощутите то, что внезапно могут начать ломаться вещи, которые, в принципе, работали также ретроградный Меркурий в браке указывает на то, что это время проработать свои проблемы которые переживали с вами в прошлом, какие-то психологические проблемы на это тоже может потянуть, особенно рак весов и близнецов и водолеев, скорее всего, как-то засосет в общение с какими-то старыми знакомыми то есть под директным Меркурием очень хорошо начинают проявляться старые связи то есть может внезапно появиться какой-то человек, с которым вы не общались очень долгое время также сам знак рака – это знак семьи, дома и вполне вероятно, что в это время будет достаточно много дел, связанных именно с семьей особенно это, конечно же, ощутят на себе именно раки что же ощутят на себе в связи с этим представители земного, тригона и огненного? ну, здесь, ну, как мне кажется, это воздействие, скорее всего, ощутят довольно слабо именно представители знака Козирог, потому что там луна в изгнании Девы и Тельцы, скорее всего, тоже это воздействие ощутят далеко не всем потому что эти знаки слишком земные для того, чтобы такие процессы как-то вообще, возможно, даже заметить но это все, конечно, очень индивидуально, потому что я прекрасно понимаю, что, например, даже если вы Дева у вас может быть, например, луна в раке и все равно вы можете ощутить это воздействие именно поэтому, собственно, неплохо бы разобраться в своей натальной карте можете за разборами натальных карт обращаться, собственно, ко мне эта услуга недорогая, стоит всего 350 рублей индивидуальный разбор вашей натальной карты всего за 350 рублей для разбора вашей натальной карты достаточно просто зайти на наши эфиры, которые проходят почти что каждый день и заплатить эту символическую сумму, где мы в прямом эфире все это рассмотрим, разберем но можете также писать мне в личку ВКонтакте с этим вопросом я просто возьму и запишу видео, в котором это все сделаю и пришлю лично вам многие так и делают, это очень удобно что еще по интересным астрологическим моментам? давайте посмотрим Венера в июле находится в знаке Близнецов она, в общем-то, как раз перейдет в следующий знак Рака только в августе уже 10 августа только туда перейдет а это, собственно, значит что? что есть некоторый такой тренд на то, что могут иметь денежный успех те люди, которые занимаются какими-то продажами, сферой коммуникации с людьми также это время замечательно подходит для того, чтобы наладить отношения с друзьями это положение Венеры может дать следующий эффект что многие люди ощутят некоторую излишнюю такую болтливость потому что Венера показывает зону комфорта человека и для многих окажется комфортна именно ситуация, где нужно общаться с людьми делиться мнениями, спорить и, кстати, споры тоже, возможно, будут достаточно жаркие потому что Марс-то вовни мы держим в уме Марс-вовни, не забываем об этом и если уж начнутся какие-то споры то эти споры будут весьма и весьма жаркими смотрите, не подгорите от этих споров потому что Марс-вовни это дело такое достаточно опасно и эту самую Венеру в Близнецах, конечно же ощутят на себе представители воздушного тригона это Близнецы, Весы и Водолеи все воздушные качества у них также будут дополнительно активированы и, возможно, что представители этих знаков как раз ощутят этот месяц как достаточно неплохой, успешный и продуктивный единственное, что такое положение Венеры может не понравиться стыльцам и львам то есть стыльцы и львы, возможно, могут испытать с этим некоторые затруднения но не нравится им, когда их засасывают в ситуации где нужно как-то с кем-то общаться и коммуницировать львам например, больше нравится быть в центре внимания но при этом как-то не особо уделять внимание другим людям, например но это, конечно, мы описываем сферический знак в вакууме знак льва, да то есть, естественно, что это прогноз общий и я, собственно, потому и сказал, что он общий потому что мы привязываемся чисто к положению Солнца в натальной карте а помимо Солнца в натальной карте еще много других планет это важно тоже понимать ну и так, в целом, месяц достаточно такой позитивный несмотря на ретроградный Юпитер, Сатурн и Плутон которые уже вернулись в знак Козерога и образовали тут очередное соединение это значит, что по-прежнему идут вот эти глобальные процессы формирования нового мирового порядка но далеко не обязательно, что это будет как-то очень сильно вами замечено ну, вернее, это, конечно, создает определенный такой бэкграунд вся вот эта история в Козероге, да вот, но я предлагаю вам все-таки по поводу этого бэкграунда в июле месяце особо не заморачиваться потому что пока что эти планеты находятся в ретроградной фазе они по большей части как будто пытаются откатить ситуацию к тому, что было когда-то раньше до коронавируса, до карантина но по поводу Юпитера, Сатурна и Плутона следует снимать все-таки отдельный видос и это в нашем сегодняшнем видосе слишком глобальная и сложная тема чтобы эти планеты сейчас рассматривать что ж, давайте перейдем к Симбалону это астрологическая колода Симбалон на которой я сделаю еще дополнительный прогноз для каждого знака Зодиака более подробно итак, начнем со знака Овна давайте посмотрим, что выпадает знаку Овена в июле месяце так, выпадает, собственно, Марс Венера Марс Венера и не зря я сказал по поводу положения Марса и здесь вот эта карта очень наглядно иллюстрирует общий бэкграунд того, что будет происходить у Овнов некоторый, возможно, разлад с, возможно, как раз второй половинкой если она у вас есть может проявиться как раз излишняя агрессия и вообще, как бы, тут история такая что Венера-то воздушная в Близнецах да, а Марс в Овне и как раз происходит такой процесс что как будто бы ветер поддувает огонь и из-за этого Овны могут ощутить на себе как раз некоторое такое желание возможно, как-то отношения поменять как-то наладить, что-то переделать также здесь, кстати, да, знак весы видите, здесь присутствует знак весы эта карта также говорит о том, что контекст отношений с людьми не только любовный не только любовный он будет очень важен в этом месяце то есть, постарайтесь как-то все-таки наверное, контролировать свою излишнюю мощную энергетику потому что она у вас будет очень мощная потому что, если вы ее не будете контролировать то вероятен разлад ну, собственно, вот таков прогноз для Овнов эта карта, кстати, также дает совет Овнам что неплохо бы свою энергию направить в какое-то мирное русло потому что, если оно не будет направлено в мирное русло то, скорее всего, вероятно какие-то разрушительные последствия которых вы потом можете пожалеть итак, давайте посмотрим, что выпадет Тельцам что выпадет Тельцам итак, посмотрим Тельцам выпадает карта Уран-Нептун Уран-Нептун интересно в этой карте то, что Уран, собственно, как раз находится в знаке Тельца я про Уран ничего не сказал, но он по-прежнему находится в знаке Тельца и будет он там висеть еще много лет и, видимо, вас ждут какие-то праздрения какие-то инсайты озарения творческое вдохновение потому что сам по себе Нептун это про духовность творчество про какие-то иллюзии вы можете погрязнуть в какой-то опасной в каком-то растворении скажем так в алкоголизме в том числе может проявиться какой-то такой гедонизм также все это будет тяготеть к идее коллективности то есть коллективное возможно какое-то времяпровождение в Нептунических иллюзиях коллективный поход в кино или коллективная пьянка коллективная медитация и по поводу урана но уран в Тельце как раз и происходит то есть возможно какие-то потрясения которые не обязательно вам понравятся в финансовой сфере также возможно какие-то внезапные озарения и инсайты вы скорее всего в этом месяце что-то такое поймете чего давно не понимали уран это очень абстрактная такая планета поэтому и толкование мое предельно абстрактное уж извините итак давайте посмотрим что ждет знак близнецов близнецам выпадает карта собственно рак луна ну близнецы будут во многом подвержены собственно солнечному положению потому что как раз меркурий который управляет близнецами он как раз в раке в общем-то и находится то есть близнецы испытают в этом месяце повышенную эмоциональность повышенную чувствительность повышенную эмпатию и причем обычные для них это ну для стандартного близнеца это как бы не очень свойственное такое качество но именно в этом месяце близнецы смогут на себе это качество испытать будьте внимательны к другим людям и контролируйте свои эмоции потому что эмоции скажем так вас могут затащить в какие-то ситуации которые могут вам не понравиться следующий знак рак давайте посмотрим что ждет раков в июле месяце итак это карта Венера Венера Телец ну вообще сама по себе Венера и Телец и Весы кстати Весы опять вот все про любовные какие-то истории любовные отношения тут нарисована такая замечательная картина что девушка такая красивая в клетке заточенная и тут приходит какой-то молодой человек и не очень понятно то ли он собирается ее открыть из этой клетки то ли он пришел просто так посмотреть на то чем она тут занимается на ключ у него в руках может быть это он как раз и посадил туда эту девушку кто знает возможно что у каждого по-разному и так или иначе этот месяц будет посвящен идее отношений а также идее природы потому что видите что это все происходит на природе и собственно сама по себе Венера она и олицетворяет в астрологии природу ну что в общем-то логично что как грех в июле не выбраться на природу вот ну только вот непонятно как вы себя будете чувствовать тут на природе двойственное состояние как будто бы вот вас заперли там а может быть это просто ваше текущее состояние и вы наконец вырветесь наружу придет скажем так какая-то некая внешняя сила которая вас из этой клетки собственно вытащит и все будет по фуншу теперь посмотрим что будет происходить у знака льва это мой родной знак и поэтому мне конечно же тоже очень интересно что же у меня будет происходить итак знак льва луна меркурий луна меркурий достаточно неплохая карта для меня потому что в принципе месяц будет посвящен как раз глубинным самокопаниям которые будут пропускаться через призму ума то есть здесь ощущение такое что как будто бы какая-то генерация новых идей из подсознания то есть здесь будет некоторый такой синтез работы подсознания того чего мы не осознаем и как раз ума многие вещи опять же станут понятны причем вещи касающиеся именно внутренних каких-то ваших состояний вы начнете лучше понимать себя и возможно даже научитесь какой-то открытости этому миру и начнетесь как бы выражать свои чувства более так открыто явно на уровне ума на уровне разговора на уровне речи итак переходим к знаку девы давайте посмотрим что же ждет дев в июле месяце итак посмотрим и выпадает карта Венера Юпитер ну что-то сегодня выпадает один сплошной одна сплошная Венера для всех интересно то есть тема Венеры то есть тема заработка тема как раз материальности тема а также тема каких-то достижений обретения статуса какого-то возможно будет в этом месяце для вас достаточно важна но Венера это также и вылазки на природу в том числе стылец еще вот который вот здесь также может намекать на то что могут начаться какие-то довольно такие серьезные поездки но если не будет каких-то серьезных поездок вполне возможно что вы просто начнете тяготеть к какой-то духовности какой-то или к эзотерике например или же просто начнете задумываться о чем-то таком глобальном а также сопряженном с идеей обретения какого-то статуса через деятельность которая сопряжена с тем что вам нравится то есть вы захотите расшириться в чем-то в чем вы то есть вы захотите расшириться в чем-то от чего вы получаете удовольствие вот как можно толковать собственно вот эту вот замечательную карту это замечательное время для того чтобы понять что же именно приносит вам удовольствие и начать двигаться ставить цели для того чтобы то что приносит вам удовольствие чтобы этого стало еще больше или и возможно даже добиться в этом каких-то весомых успехов так что дерзайте время достаточно хорошие для девы давайте посмотрим что будет у знака весов знак весы выпадает карта рак луна ну что-то сегодня все про раков все про луну да вот и ну что могу сказать опять же идеи заботы о других людях повышенная эмоциональность повышенная эмпатия повышенная чувствительность и весы и так в принципе достаточно внимательны к другим людям а тут еще и сама реальность будет выстраиваться таким образом что вполне себе будут возможности как раз выразить свои чувства эмоции замечательное время для начала каких-то любовных отношений также замечательное время для того чтобы как раз возможно даже зачать детей если вы а таким таких вещах вообще задумываетесь да потому что как раз женщина нарисована здесь именно с ребеночком таким также эта карта мне кажется может давать такое качество что попробуйте как-то погрузиться в эмоциональную составляющую вашей жизни также не забывайте заботиться о плеск следующий знак скорпион давайте посмотрим интересный знак скорпион достаточно такой загадочный таинственный что же ждет скорпионов в июле месяц давайте посмотрим итак скорпион тут у нас чистый уран чистый уран революции какие-то какие-то скажем так вспышки какой-то импульсивности плохо контролируемые энергии и для скорпионов это в принципе такая тема достаточно близкая также эта карта очень похожа на нулевой аркан таро дурак то есть эта ситуация в которой вряд ли будет что-то вообще понятно это состояние какой-то несформированности это ощущение что не особо понятно что нужно делать и поэтому остается только дурака валять позвольте себе быть дураком позвольте себе подурачиться это замечательный месяц для того чтобы как раз прокачать уранические качества и и благодаря этому действию вы можете на себе испытать замечательный прилив вдохновения и мощных праздений давайте посмотрим что ждет знак стыльца и так стыльцы в июле месяце стыльцы в июле месяце получают карту солнца меркурий но здесь скорее всего вы будете в некотором таком состоянии покоя потому что все таки месяц такой вводные но вот я кстати и говорил по поводу того что стыльцам вот положение венера может не понравится да ну то есть велика вероятность кстати заболеть тут как раз солнце такое заболевшие да вот так что будьте осторожны и это в принципе время такое отдохнуть время достаточно спокойное это время отлично подходит для того чтобы разобраться в себе но не по лунному как вот раки да это скорее познать какие-то грани своей личности которая может как раз в дальнейшем как-то воссиять и которая потом в дальнейшем как-то проявить себя это время когда вам нужно все-таки погрузиться в какие-то такие мелочные достаточно дела которые вам обычно кажутся неприятными да ну то есть время каких-то вот таких вот мелочных дел конечно хочется заниматься чем-то глобальному куда-то поехать вообще чуть ли не на другую планету улететь да вот придется как-то поразбирать какие-то мелкие дела которые вам не особо нравятся но в принципе это карта не несет себе ничего плохого единственное что поосторожнее со здоровьем потому что царь здесь все-таки видите болеет следующий знак козерог давайте посмотрим что же ждет в козерогов в июле месяце так посмотрим какая карта выпадает козерогом венера меркурий опять у нас все про венеру и мир и про меркурий ну здесь можно обрасти новыми связями которые потом принесут вам собственно денежный доход то есть можно сказать что это время когда ваши связи ваши друзья близкие знакомые там да даже братья сестры могут вам принести какую-то материальную выгоду так что здесь очень неплохо так также кстати это замечательное время для того чтобы найти каких-то новых друзей или даже начать новые отношения найти венера это все-таки женщина да вот это планета в том числе любви и замечательное время для любви и вообще как я уже сказал кстати венера то в близнецах венера то в близнецах вот она и есть венера в близнецах ну вообще вот символон очень говорящая колода честное слово я не специально вот подбираю карты я их вытаскиваю абсолютно случайным абсолютно рандомно и выпала вот именно эта карта венера блин в близнецах не научно нелогично так что вот для козерогов такой вот прогноз давайте посмотрим что ждет водолеев не так водолея в июле месяце получают карту но это карта это карта солнце лев ну то есть водолей обычно прибывает состояние скажем так типичный водолей он больше ориентирован все-таки на социум и именно что и эго эгоизм водолеев обычно слабо проявлен да если у него нету планет в стрельце там допустим да но сейчас наступает время о том когда все-таки стоит подумать о себе не о других заняться собой как-то самоутвердиться и вообще в принципе это будет такой вот общий на фон на месяц для водолеев вот желание как-то самоутвердиться показать что я здесь власть даю и возможно что как раз вот вы будете как-то иметь некоторые такие не очень приятные взаимосвязи с какими-то властными персонами да то есть тут надо быть поаккуратнее потому что также знак льва это также архетипа все-таки каких-то властных структур так что совет для водолеев будьте собой и все получится просто постарайтесь по максимуму раскрыть свою личность и осознать кто вы есть на самом деле так в принципе солнце это очень позитивная карта и скорее всего месяц для вас будет весьма благоприятен ну и давайте посмотрим в последний знак это знак рыбы итак посмотрим что же ждет рыбок у нас в июле месяце марс марс овен все-таки рыбы будут вынуждены покинуть свое комфортное рыбное состояние и все-таки переключиться на марсианскую волну это состояние повышенной активности в том числе повышенной творческой активности состояние потенции состояние желания что-то делать что вообще не всегда типично для знака рыб и как мне кажется это очень хорошая карта много активности много движухи много жизненной энергии только смотрите поосторожнее с эмоциями потому что излишнее проявление какой-то агрессивности или какие-то встречи с агрессивными людьми могут сказаться на вас неблагоприятно потому что видите там как раз у воды какой-то чувак мертвый валяется так что смотрите не окажитесь именно этим чуваком так что просто будьте поосторожнее с агрессивными людьми потому что велик шанс того что эти агрессивные люди сделают вам что-то плохое такой вот у меня расклад для рыб что ж таков мой прогноз для всех знаков на месяц июль и обязательно потом пишите что у вас совпало не совпало да все таки первый раз снимаю такое видео и мне важно видеть вашу отдачу ваш фидбэк и подписывайтесь на канал если еще не подписаны заходите ко мне на эфир и смотрите мои другие видосы они весьма интересные у меня тут не только гороскопы с астрологией у меня тут вообще очень много чего у меня тут очень разноплановый контент практически даже можно сказать на любой вкус каждый себе тут что-то найдет но ладно на этом я сегодня закончу всем пока и слава лизардии пока пока